МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Расскажите, что это за программа, которая пройдет 3 и 4 декабря? Хорошо. С радостью. У нас действительно очень интересная программа. Я, наверное, сначала бы хотела рассказать с точки зрения, я сама закончила гуманитарную специальность, и так как мы ориентировались не только на девушек, у которых есть техническая... То есть вы не программисты к IT-сфере, но в классическом ее понимании отношений не имеют? Да, я закончила филологический факультет, у меня гуманитарное образование, и мы, когда разрабатывали программу, мы думали о том, что действительно, какую информацию нужно получить девушке, чтобы понять, вот я хочу быть тем-то в IT-сфере или тем-то, или тем-то, и просто рассказать о возможности. И у нас, в принципе, так поделилась, как говорила Юля, первый день технические боли, мы рассказываем про тестирование, про самопрограммирование, про девушку-тим-леда, как ей вот, в общем, быть в мужской сфере, как ей ориентироваться, какие навыки, а второй день специально... Это какие-то особые все-таки навыки нужны, да, чтобы выживать? Ну вот мы узнаем третьего числа, что они там готовят. В мужской среде. Ну я думаю, что там есть как минимум какой-то набор лайфхаков, которые помогут тебе там более комфортно себя чувствовать, то есть возможно как-то не так воспринимать критику, не воспринимать на свой счет, вообще уметь воспринимать, работать там с мужчинами, которые, ну там, любят, не говорят, или говорят много, или вообще не говорят. То есть я думаю, что есть какие-то специфические эти, вот сама хочу третьего числа и узнать. Ну а третьего числа непосредственно, вот подробнее, или вы не хотите приоткрывать вот эту завесу? Нет, вот сегодня буквально 20 минут назад мы выложили программу в интернет, полностью сформированную, со всеми спикерами. А не, значит, можно спокойно поговорить, да? Да, 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 конечно. Конечно. В принципе, в первый день мы сделали уклон на то, как попасть в IT, мы расскажем о курсах, которые, допустим, можно закончить и потом благодаря ним пойти дальше в компанию. Мы расскажем о том, о тестировании, как стать тестировщиком, расскажем о позиции техлида, девушки техлида к нам. Приедет Люба Шипович, сейчас вспомню, что еще было в начале, расскажем про… А, первый день мы также разнообразили темы, у нас будет два воркшопа. В первый день и во второй день. Во второй день это как сделать классное продающее резюме, что тебе нужно туда включить, будет проводить его Юлия Венгер из рекрутингового агентства ГУИД. Она расскажет там от начала до конца, что там должно быть включено и так далее. А в первый день будет выступать единственный мужчина на конференции, потому что он действительно… Мы слышали его много раз в этой теме, мы знаем, что он бы классно это рассказал, Вадим Роговский, старший. И он будет рассказывать про то, какими навыками вообще человеческими нужно обладать, чтобы вот уметь, я не знаю, можно так сказать, продавать себя. Вот когда ты идешь на собеседование, как ты должна показать, что ты умеешь не приходить там, вы знаете, я там могу программировать, то есть ты должна быть там такое-то, такое-то. И вот эти два воркшопа мы считаем, что очень сильно помогут в принципе вообще девушке понимать, что любая работа, на которую она пойдет, она должна классно показать там, кто она, чего она стоит. Это визитная карточка, в общем говоря. Да, это про воркшопы. Еще в первый день мы будем рассказывать про все нетехнические специальности, про то, что в принципе в IT-сфере очень важно самообразование. Без самообразования, то есть человек должен быть конкурентный на рынке, то есть если у него конкурентно способны на рынке. Если там он знает какие-то вот профессиональные вещи, это хорошо, но если он умеет классно коммуницировать, классно продавать свою идею, защищать свои идеи и так далее, то есть он имеет большую ценность, а это все там сугубо самообразование. Любопытно следующее. Вы ожидаете такого, что придет какое-то количество участниц, девушек, женщин, и после мероприятия, которое состоится 3-4 числа, некоторые из них поймут, нет, не мое. Это тоже хороший результат? Абсолютно, да, потому что, знаете, чтобы найти себя, нужно постоянно много-много пробовать. Я думаю, что очень многим не хватает таких конференций, потому что ты где-то там слышишь, что HR-ы – это такие-то люди, ты примерно имеешь представление, а программисты – это тестировщики, это те-то-те-то люди, и тебе постоянно с каких-то разных ракурсов описывают эти вакансии, эту работу. Но у тебя сейчас есть возможность получить, действительно, вот у нас, в принципе, у каждого спикера есть как мануал… Ну, уровень его каких-то… Нет, нет, у нас есть как то, что они должны обязательно осветить, то есть помимо того, что они должны рассказать там о себе, как они попали в эту сферу, они должны рассказать плюсы, минусы этой работы, обязательно не только, что вот все, классно, идите, а то, что там есть минусы такие-то в этой работе, и там человек, когда идет на эту работу, должен обладать примерно такими навыками. И это действительно поможет девушкам понять, там, нравится им это или не нравится. А вот какую, скажем так, возрастную категорию вы ожидаете увидеть? И нет ли такого, что, ну, вот желательно там в этом возрасте, ну, уже не приходить, потому что, ну, не такая хватка, скажем так? Мы ожидаем, в принципе, всех от 11 класса до… Ну, на самом деле, мы бы с радостью помогли бы всем, кто реально хочет вот перейти в IT-сферу. То есть я знаю примеры, когда человеку 40 лет, и они только узнали о том, что можно перейти в эту сферу. Им сложнее. Ну, если говорить о примерах, им, правда, сложнее, потому что они не так быстро схватывают на лету, как это можно. Но это вполне возможно, если есть желание. И, по сути, об этом мы и будем говорить два дня. Не то, что вот есть много возможностей и так далее, а то, что все зависит от вас. Вот вы хотите работать, хотите попасть, все возможно. И вот чем хороша IT-сфера, у тебя не должны быть деньги, связи или что-то еще. Вот есть ты, твой мозг, и вот благодаря нему ты реально можешь попасть в хорошую компанию. Кстати, вот есть примеры женщин, которые благодаря тому, кем они являются, смогли достичь каких-то небывалых высот в Украине в IT-сфере или в Одессе даже, может быть. Все наши спикеры-девушки на конференции, они все, у них у всех почти уникальная история. Я не могу говорить за всех, 90% у них уникальная история. Они работали в туризме, перешли в IT, работали в медицине, перешли в IT. То есть захотели, надоело там, захотели чего-то другого. И вот действительно переходили, и это, по сути, то, о чем они будут рассказывать. У нас вот на панельной дискуссии будет на второй день, это будет там панельная дискуссия такого успеха. Девушки, четыре абсолютно разные, будут рассказывать про свое образование. И сейчас они работают в IT-сфере, как у них так получилось переметнуться. Таких людей там свитчерами называют. Предлагаю посмотреть подборку успешных профессионалов в IT-среди женщин, но это мировой опыт. Возможно, его мы тоже сможем наследовать. Смотрим видеоматериал и возвращаемся в студию. Мариса Майер начала работать в Google еще в 1999 году. Мариса доросла до позиции вице-президента по поиску. Но в середине июля 2012 года, будучи на шестом месяце беременности, она ушла в компанию Yahoo. Тут она сразу заняла пост гендиректора. Ее деятельность в Yahoo оказалась весьма успешной. Капитализация компании взлетела почти в три раза. Шерил Сэндберг. После восьми лет головокружительной карьеры в Google и кресла вице-президента по глобальным операциям, Шерил пять лет занимает позицию операционного директора Facebook. У Шерил есть довольно внушительный пакет акций Facebook, стоимость которого в январе минувшего года перевалила за миллиард. Таким образом, Шерил является одной из самых молодых женщин-миллиардеров, заработавших свой капитал собственными усилиями. Сьюзен Войчицки. Еще до официальной регистрации компании Google она сдавала свой гараж основателям крупнейшей поисковой системы в мире. Позже стала сначала сотрудником компании под номером 16, а потом заняла пост старшего вице-президента по рекламе. Именно благодаря ее усилиям компания Google демонстрирует устойчивый рост рекламной выручки. Сейчас Юзен работает руководителем подразделения YouTube. Вирджини Рометти начала свою карьеру с должности системного инженера в компании IBM. В 2012 году заняла пост гендиректора, став первой женщиной, возглавившей IBM более чем за 100 лет с момента ее основания. Вирджини Рометти возглавляет список самых влиятельных женщин бизнеса по версии Fortune и входит в аналогичные списки журналов Forbes и Time. Урсула Бернс, председатель и гендиректор компании Xerox, начала работать в 1980 году на должности инженера. Свой пост руководителя заняла в 2009 году, став первой женщиной-афроамериканкой компании из списка Fortune. За время ее руководства Xerox превратилась из компании, занимающейся исключительно копировальной техникой, в более универсального поставщика различных устройств и IT-услуг. Слушайте, а если бы вы составляли этот сюжет, кого бы из украинских девушек и женщин вы бы внесли в небо, если бы такая необходимость была? Первый человек, кто? Люба Шипович, я думаю. Просто понятно. Я так, знаете, вот такой вопросик, чтобы не было большого списка. Есть такие, значит, есть. Это очень хорошо. Это положительный ответ к тому, что, знаете что, вот меня интересует, вот развитие IT-сферы, это необходимость сегодняшнего времени, ведь мы также видим, что IT развивается, а некоторые профессии умирают. А это же, собственно, какое-то количество людей, которые в ней заняты. Можно ли поступать разумно? И есть ли такая возможность заниматься своей профессией, но параллельно обучаться IT, чтобы, возможно, потом без потерь переметнуться в IT-сферу? Я думаю, что да, можно, конечно. В принципе, вы знаете, IT-сфера — это такое место, ну, я бы сказала, что это хорошо распиаренное место, все кричат, что там хорошие зарплаты, и все хотят туда перейти, но когда они сталкиваются с IT-сферой, это, ну, там не все так сладко, это такая же, ну, это тяжелая работа. Там это часто, ну, там, если ты особенно программируешь, это часто работаешь намного больше, чем обычный часовой день, ты можешь, ну, то есть это такая же сложная работа, как и много других сложных, ну, сложных профессий. И, в принципе, я думаю, что всегда можно, если там ты не знаешь, как перейти в IT-сферу, ты можешь учиться, 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 начинать с фриланса, например, что-то там делать, какие-то маленькие проекты, понимать, что если ты хочешь там полностью туда перейти, то без потерь это абсолютно, там, можно сделать, там, начав с фриланса, потом пойти стажером где-то учиться. Вот моя сестра, например, она закончила экономическое образование, она работала абсолютно на других работах и вот реально захотела перейти в IT-сферу. Но это сложно, потому что у нее была там работа, она училась по вечерам вот графическому дизайну, сейчас вот стажируется в компании, ну, пытается перейти. То есть, в принципе, без потерь это абсолютно возможно туда перейти. Главное – хотеть. Одна из целей нашего эфира в том числе – это развенчать миф о том, что IT-сфера – это только для мужчин. Женщины вход туда воспрещен. Согласны с этим, что не только для мужчин? Я согласна, что не только для мужчин. И, в принципе, как и любая профессия, она, если ты профессионал в своем деле и ты хочешь чего-то достичь в этой карьере, то может быть немножко сложнее. Но я думаю, что, в принципе, если ты очень хочешь, то ты найдешь способы достичь мужчин, а женщины абсолютно не важно. И женщины не уступают ни в профессионализме, ни в каких-то личных качествах мужчинам, поэтому можно им смело пробовать покорять IT-сферу. Да, абсолютно. В конце концов, за руль мы тоже не сразу сели. И голосовать на это? Вы можете в двух предложениях призвать еще тех, кто не услышал, когда это мероприятие состоится. Ну и будем с вами прощаться. Хорошо. 2-го, 3-го… Нет, 3-го, 4-го декабря. Вы тоже торопитесь. Да, да, да. 3-го, 4-го декабря мы ждем всех по адресу Жуковского 9 IQ Space на нашу конференцию, где вы узнаете все о мире IT. Вот. Только девушки. Обязательно. На этом мое участие в этом эфире было бессмысленным, но только в качестве полезной информации. Благодарю вас. Спасибо вам большое. В гостях у нас была Стефания Сагайда, координатор креативного пространства IQ Space. Мы сейчас перебиваемся на выпуск новостей. Алла Есина ознакомит вас с последними событиями, которые состоялись к этому часу. А позже вернемся в студию и будем говорить о борьбе со СПИДом. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин